Здравствуйте! В эфире новости Первого Карагандинского в студии Динара Сартаева. Для начала о главном. Уже более 20 лет у жителей трех домов улицы Пожарная нет холодной воды. День донора отметили в Караганде. Центр крови провел акцию. Привыкли руки к компьютерам. А сегодня студентам в студенческих строительных отрядах придется привыкать к топорам и пилам. Где и как они будут работать, вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Сегодня к нам в редакцию обратились жильцы трех домов улицы Пожарная с проблемой. Уже как 20 лет у людей нет холодной воды. Наша съемочная группа выехала на место события, чтобы увидеть все своими глазами. Именно через этот шланг жителям трех домов приходится набирать холодную воду. Для того, чтобы попить чай, искупаться и постирать свои вещи. У жителей домов 12-14-16 с 1989 года в квартирах не бежит холодная вода. Еще несколько лет назад из-за аварийного состояния водопровод был заглушен. Три года мы не засаживаем огороды, три года нас вот мочалят. В этом году мы занялись вот этим делом и считаем, что должны нам как-то помочь. С тех пор люди живут без воды. Возмущенные неоднократно обращались в Акимат Октябрьского района, писали господину Маненову, Караганды-Су. Те в свою очередь обещали, что устранят проблему в 30-дневный срок, но все безрезультатно. Зато квитанции за потребление холодной воды не забывают приносить. Воды нет, квитанция пришла с 1-го числа, мая месяца по 31-й. Мне начислено 5386 тенге. За что? Воду привозят с большим трудом, особенно зимой, говорят. Из-за снежных завалов проехать бывает непросто, да и вода замерзает. Купаются люди, где придется. Набираем воду, где попало, вот эту вот, не такую воду. Также купаемся и моемся, обмываем. У нас бабушки по 90 лет живут. Мы моем их, как попало. Стираются люди на улице, рядом с источником. Воду желтого цвета используют как для стирки, так и для приготовления пищи. Для начала им приходится отфильтровывать живительную влагу, а только потом пить. Вот профильтруешь воду и пить себе чай. Кушать невозможно на этой воде. То, что приготовишь, сразу оно портится. И ты приготовишь только на раз и все. За все это время сюда не ступила ни одна нога чиновника. И, как оказалось, на карте шахтерского городка таких домов и улиц вовсе не существует. Динара Сартаева, Жасулан, Амандыков. Первый карагандинский. Дин донора отметили в Караганде. Центр крови провел акцию. 25 сотрудников ДЧС сдали свою кровь. Подарить жизнь другим все желающие могут до 10 июля. Более 20 сотрудников сдали кровь для больных людей и недоношенной девочки с Патаевой Гульбарам, которая сейчас находится в областном перинатальном центре. Цель спасателей – помогать людям не только в экстренных ситуациях, но и других. Наши сотрудники постоянно принимают активное участие в акциях, которые проводит областной центр крови. Ну и также вот эта акция также не осталась незамеченной. 25 сотрудников сегодня прибыло на донацию крови. Ну, любому человеку в какой-то момент может понадобиться кровь. И наши сотрудники, наверное, как никто другой это понимают и знают. И поэтому всегда охотно становятся донорами крови. Врачи в центре отметили, что доноров с каждым годом становится все больше. В этом году акция продлится целый месяц, ведь желающих помочь и подарить свою кровь много. Ежегодно страны всего мира отмечают 14 июня Всемирный день донора крови. Этот праздник был обозначен Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы привлечь внимание доноров и для безопасности донорской крови. В этом году в рамках Всемирного дня донора в областном центре крови проходит акция. Амина Смакова, Толлиген Рашидов, Евгений Афанасьев. Первый Карагандинский. Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро. Чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15. 42-42-21. В Шахтинске проблемы не заканчиваются. Жители улицы Молодежная требуют от местных властей отремонтировать их район. Разбитые дороги, горы глины, одна маленькая карусель. Развлечения маленьких жителей улицы Молодежная. Корреспонденты Первого Карагандинского попытались разобраться в этой проблеме. На улице Молодежная живет много детей и инвалидов. До школы рукой подать. Однако маленькие горожане выходят из дома за час. Чтобы добраться до школы, им приходится делать целый круг, обходя огромные завалы глины. А инвалиды и вовсе не выходят из дома. Взрослые и дети каждый день идут до работы, до школы и до детского сада по этой дороге. Весной пройти вообще невозможно. Приходится вызывать такси. Однако это не помогает. Местные таксисты отказываются ехать в эту сторону. Недовольных много. Они и подписи собирали, писали обращения в местный Акимат. Но толку мало. У нас нет площадок детских. У нас дети не могут элементарно ни на велосипедах. На что нам надо кататься? Сколько детей инвалидов у нас, как вот этот вот мальчик. Ни в сады. Я говорю, вот у меня ребенок ходит в садик. Я говорю, мы приходим по уши в грязи. Детей же чуть ли не в бахилах по улице ведем, чтобы нам пройти в садик. Помогите нам, помогите. Мы живем как в трущобах. Уже грязи центры где-то делают. Да, депутаты свои, это дворы. А по густаму полностью это самоделают, все нормально. Почему до нас не могут это все сделать? Возмущенные горожане неоднократно обращались в местный Акимат. Но безрезультатно. Теперь вся надежда на областной. Если это не поможет, будут устраивать забастовку. Местные власти видят эту проблему не первостепенной. Мы в целом видим проблему. Мы поэтапно занимаемся. Мы сейчас подходим к этой проблеме так, что вначале мы ремонтируем дороги, которые ведут к социально значимым объектам. Это рынки, это объекты соцкульпыта, это крупные магазины, это государственные учреждения. Естественно, мы там в первую очередь это делаем. Улица Молодежная на сегодняшний день, она является самой крайней улицей города, ближе к степи уже. Но тем не менее, все равно мы понимаем, что там живут люди. И, конечно же, будем решать этот вопрос. Обратят ли внимание на эту улицу, неизвестно. Но жители настроены решительно. Жить в неблагоустроенном районе они не собираются. Амина Смакова, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Юстиция консультирует. Информационно-пропагандистская группа Департамента юстиции встретилась с представителями финансовой полиции. На встрече зачитывались доклады начальников отделов о юридических услугах. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся аттестации должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия. Целью мероприятия является установление тесного взаимодействия по вопросу организации правовой пропаганды и консультации по вопросам входящих в компетенцию органов юстиции. В соответствии с совместным планом с Департаментом юстиции была проведена разъяснительная работа в части изменений в законодательстве, которые были подвергнуты нашей стране. Поэтому выступало порядка 10 руководителей Департамента. Довольно-таки интересная встреча состоялась. Познание для наших сотрудников в дальнейшем будет использоваться это все в работе. В Караганде отметили День медиков. Этот праздник отмечают во всех странах СНГ. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев торжественно поздравил всех медиков с этим днем. Цветы и подарки, дипломы в этот день радовали врачей шахтерской столицы. Каждый год этот день отмечается с большим масштабом, ведь всем известно, какое место занимают врачи в жизни общества. Обслуживание медицинское в нашем карагандинском регионе я считаю, я редко, правда, услугами пользуюсь, но хочу сказать, что из года в год это улучшается. И наши медицинские учреждения оборудуются современными приборами и оборудованием. И отрадно то, что применяют новые инновационные технологии в медицине. Здоровая нация – залог к процветанию республики. Представители карагандинского филиала Народно-демократической партии «Нур-Атан» и Ассоциации деловых женщин Казахстана посетили областной перинатальный центр. Карагандинский областной перинатальный центр стал первым, где будет опробоваться пилотный проект менеджмента качества. Но вообще-то наш перинатальный центр со дня его создания стал опорным пунктом для внедрения самых современных технологий в родоспомогательной медицине. Но сегодняшние гости пришли не с пустыми руками. К ДНУ «Медика» благодарственные письма от партии «Нур-Атан» получили ряд медицинских работников перинатального центра. Вы знаете, что очень часто только критика идет, да? Мы должны поменять менталитет людей сами, вместе с вами. И наша партия, в первую очередь, поддерживает вас, хочет помогать вам и, в первую очередь, надо повысить имидж наших медицинских работников. За профессионализм, честность и добросовестное отношение к работе отметили и Нонну Ни. Но достигнутые успехи она адресовала своей учительнице по профессии. Благодарность выразить Куджахана Салхановой, потому что этот человек действительно уникальный. Это мой учитель. Она пестовала, лелеяла меня, учила с самого института. Главное в работе – люди, преданные своей профессии. Медик – особая человеческая порода. Сердце переполняет радость. Радость за свою профессию. Я работаю врачом-неанатологом с 1994 года. И ни одной минуты никогда не сомневалась в том, что я на правильном пути, что я выбрала правильно свою профессию. Профессия медика – это профессия благословенная. Она дана нам, медикам, от Бога. Современная медицина невозможна без технической оснащенности, а уж в младической патологии тем воле. Чтобы помочь областному перинатальному центру, Карагандинский филиал Народно-демократической партии Нур-Атан взял на себя кураторство за этим современным медицинским учреждением. И сейчас те проблемы, которые существуют, мы пытаемся решать совместно. У нас есть партийные кураторы по направлению. Это охрана материнства и детства. И сейчас через депутатов, через партийных кураторов мы решаем вопрос о необходимости обеспечения жизненно важного оборудования. Это аппарат искусственного дыхания именно для детей маловесных. Не забыли гости и о роженицах. От Ассоциации деловых женщин Казахстана новорожденным были сделаны подарки. Я желаю, кто не стал мамой, стать мамой. И рожать в четвертом роддоме. Очень хороший уход. Очень хороший педиатр. Ну и, конечно, цветы врачу. Надежда уже имеет взрослую дочь. Но они с мужем так хотели еще одного ребенка. И вот, пожалуйста, двойня. Для мужа сын, для мамы дочка. Я хочу сказать очень большое спасибо всем врачам. Такой внимательный персонал. Такие все молодцы. Мы такие маленькие. Врачей мы побольше. Человечность у них вообще. Это такие люди замечательные. Вот, понимаете. И вам большое спасибо, что нас не забываете. Двойняшки спят. Они в надежных руках медиков. Сегодня Карагодинский областной перинатальный центр лучший в Казахстане по уходу за маловесными детьми. Сегодня медицина способна выходить полукилограммового младенца на 22-й неделе беременности. Отделение реанимации и интенсивной терапии оснащено по последнему слову техники. Здесь выхаживают сразу 12 младенцев. Все под контролем у четырех медицинских сестер. Областной центр обслуживает проблемных роженец и детей со всей области. Практически ежегодно покупается новая современная аппаратура. Недоношенные дети. У них проблемы с дыханием. То есть недостаточно частота дыхания. У них недостаточно газообмен в легких. То есть этот аппарат поддерживает определенное давление в легких, которое обеспечивает нормальный газообмен до того времени, как ребенок уже созревает до определенного возраста и начинает дышать самостоятельно. Что немаловажно, в палаты можно приходить мамам и папам. И это благотворно влияет на состояние младенцев. Доказано медиками. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Твой труд, твое будущее. В Караганде открылся 9-й трудовой сезон студенческих строительных и молодежных отрядов Жасл-Ель. Тысячи молодых людей оттачивают свое профессиональное мастерство на важнейших стройках Казахстана и ближнего зарубежья. Торжественное открытие трудового семейства проходило на стадионе «Шахтер». На торжественное открытие 9-го трудового сезона прибыли студенческие строительные отряды со всего региона. Главной целью деятельности студенческих и молодежных трудовых отрядов Жасл-Ель является содействие в трудоустройстве молодежи, развитии казахстанского патриотизма, гражданственности и активных позиций в молодежной среде. Бойцы трудовых отрядов будут работать во всех городах и районах области в сфере озеленения и благоустройства. На эти цели планируется привлечь более 2000 человек. В течение сезона штабом будут проводиться экологические и природоохранные акции. Бойцы ССО «Засл-Ель» принимали активное участие в народных стройках. Именно наши бойцы принимали участие в строительстве международных автомагистралей Западной Илова, Западной Китай. Наши бойцы, именно бойцы Караганинского государственного технического университета принимали участие в строительстве объектов в городе Сочи. В этом году молодежь будет решать не менее важные задачи. Бойцы стройотрядов будут принимать участие в возведении железнодорожной линии Жесказган-Вейнеу. Казань ждет молодых карагадинских строителей. В целом в ССО планируется привлечь около 6000 человек. В строительных отрядах я каждый год участвую. В Карагату я учусь на строителя. И для меня это неоценимый вклад, неоценимый опыт для меня. И это в будущем мне очень пригодится. Открытие 9-го трудового семестра завершилось большим спортивным праздником. Футбольные, волейбольные, баскетбольные баталии не прекращались до самого вечера. А победителям – кубки и подарки. И, конечно, восхищение и уважение зрителей. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом мой выпуск подошел к концу. Я передаю слово спортивному обозревателю Берику Копарову. Спасибо, Динара. Новости спорта через пару секунд. Победитель регулярного чемпионата ВХЛ, финалист Кубка Братины, карагандистская Сарарка, сегодня официально представила нового главного тренера. Им стал российский специалист Евгений Зиновьев. После блестящего как по форме, так и по содержанию дебютного сезона высшей хоккейной лиги карагандистский коллектив стали разбирать, как горячий чай в ледовом дворце Караганды-арена. Целый ряд ключевых игроков, среди которых были Дмитрий Цибин, Денис Франскевич, а также Джош, вышибала Гретон, покинули Сарарку. Но главные потери все же стали не они. Ушел мозговой центр команды. Главный тренер Андрей Павлович Кирдюшов отправился покорять континентальную лигу. В новом сезоне Сарочку возглавил другой, не менее амбициозный российский специалист Евгений Зиновьев. Перед началом сезона еще ничего не понятно, но пресс-сезонка уже распланирована. В следующем месяце черно-желтый отправится в Италию, где запланированы несколько контрольных встреч. Затем по возвращению в Караганду будет игра с командой из Казахстана. Хотелось бы, чтобы у Сарарки был свой отличительный от других команд стиль. Ну и с того, кто у нас подписан, я пока вам ничего больше не скажу. Работа по комплектованию команды ведется ежедневно, кропотливо. Мы оцениваем хоккеистов со всех сторон. У нас уже порядка 4-5 человек есть на карандашике, которые 99% пополнят ряды Сарарки. На вопрос, будут ли приглашены в Сарарку игроки из бывшего клуба «Южный Урал», специалист ответил лаконично. Я считаю неэтичным забирать лидеров из другого клуба, в котором я работал. Пусть они приносят пользу урскому хоккейу. Программа, разработанная Управлением туризма, физической культуры и спорта Караганинской области, «Лето с чемпионами» уже в самом разгаре. Теперь мастер-класс для юных спортсменов провели в городе Шахтинск. Десятки юных ребят города познавали азы бокса, так сказать, из первых рук. Опытные тренеры обучали юных спортсменов и показывали элементарные приемы. Главной задачей программы является пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятию спортом, причем профессиональным. Ведь ни для кого не секрет, что строгий распорядок дня, физические упражнения, как ничто другое способствуют воспитанию характера и становлению личности. Сегодня мы в городе Шахтинск проводим мастер-класс. Собрали боксеров наших, которые боксом занимаются, и маленьких детей, которые еще не занимаются, но надеемся, что будут заниматься боксом. Хороший вид спорта бокса. Представителем оргкомитета на мастер-классе выступил исполняющий обязанности школы Олимпийского резерва Игорь Ибрагимов. Проводим мастер-класс и одновременно поднимаем туловище и ноги упражнения, которые во все равно у вас книжка, которые воспитал ни одного чемпиона Казахстана и чемпионов Азии. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, Динара. Наш выпуск подошел к концу, и если есть у вас интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 4206-49. Всего доброго, до свидания. Аман Сау, Голосдар. Субтитры создавал DimaTorzok